Микс Ньюс Два гостя у нас сегодня в студии. Это председатель правления Балтийской ВИЧ-Ассоциации Инга Упмаца. Доброе утро. Здравствуйте. И председатель правления Общества поддержки ВИЧ-инфицированных АГИХАС Андрис Вейкинекс. Доброе утро. Здравствуйте. Начнем, наверное, лампу мы уже не раз в этой студии упоминали и сейчас тоже с нее начнем. В этом году была такая, каждый год вы представлены, и в прошлом году надо было пожимать руку. Сможешь ли ты пожать руку? Вот эта борьба с предрассудками, да, как передается ВИЧ и насколько наше общество готово точно так же принимать этих людей. В прошлом году надо было пожать руку, в этом году была организована остановка, ВИЧ-остановка, на которой сидел человек, которого было порой жалко, потому что он сидел так одиноко достаточно на этой скамейке, в красном, в красном таком даже, не знаю, комбинезоне, наверное, можно его назвать. В трико. В трико, да. Насколько часто к нему подсаживались? Знаете, к нему подсаживались, может, не столько подсаживались, как, проходя мимо, брали информацию, это была наша цель. Мы работали на лампе в 2017 году, в прошлом году нас не было, другие были, но, в принципе, тема ВИЧ все время поддерживается. И в этом году, ну, очень большая отзывчивость была именно от молодых людей, больше до, скажем, до возраста 30 лет. Мы, конечно, ожидали и постарше людей, но они были заняты, я думаю, своими семьями, детьми, и это объективно. Но был очень большой допрос, и три человека, работали в три кабины, значит, три человека два дня вместе 19 часов, почти что без перерыва. И мы достигли 413 людей, которые подошли к нам, консультации и проверили. Это много? Много или много? Очень много, очень-очень. Это, скажем, почти что половина, да, это половина тех людей, которые за прошлый год, за весь год к нам на тест-пункт приходили. Так что это очень-очень много. А с каким чувством люди вот заходят в кабину? Они интересуются больше для того, чтобы, ну, вот, я сделал этот шаг, я проверился, или кто-то действительно нервничает и переживает, что, возможно, для него этот шанс узнать? Более просто приходит провериться, но получает информацию, что это очень хорошо. Я думаю, что люди задумаются. И фактически я бы сказала, что стигматизация насчет ВИЧ среди молодых людей, она намного уменьшилась. Люди спокойно приходят, проверяются. Ну, может, конечно, молодые люди не чувствуют, что у них были риски инфицироваться. Ну, хорошо, что они приходят. Хорошо, что они знают о ВИЧ, что есть такая возможность инфицироваться. На профилактику больше. Но насколько в Латвии эта проблема, потому что вот приходили данные о том, что Латвия занимает первые места по риску и количеству ВИЧ-инфицированных, вот насколько эта проблема угрожает Латвии, и в чем причина, почему, казалось бы, ну, вот, кажется, благополучная все-таки страна, вот, этот риск такой высокий? Ну, причин, конечно, есть несколько. Одна из причин та, что лечение не было доступно всем людям до прошлого года, 1 октября, когда изменилась стратегия лечения. Сейчас каждый человек, который получает ВИЧ-диагноз, он может быть с самого начала уже принимать лечение. А лечение, почему важно, это очень хорошая профилактика. Если человек на лечении, он не заряжает других, потому что вирусов его крови не находится. То есть, это очень-очень хорошая профилактика. И для наркопотребителей они могут менять шприцы, не могут. Если они лечатся, они не заражают. Конечно, вторая причина, наверное, та, что информация, информация, ну, и стигматизация ВИЧ-инфекции. Это такой долгосрочный вопрос, над которым, я думаю, не государственная организация очень работает, и государство работает, но мы идем только постепенно к цели, скажем, чтобы люди больше знали, больше проверялись. И наш призов, который появился, по-моему, в 2016 году, проверяется, хотя один раз в год, но он действителен, и мы над ним стараемся работать. Еще о причинах, может, тогда Андрей сможет добавить. Насчет стигматизации, ты думаешь, почему мы на первом месте? Значит, лечение, да? Лечение – это первое, то, что ты сказала, это очень важно, информация, да, что у людей просто… А люди боятся того, чего они не знают, и мы можем достичь какой-то определенной знания, только информировая общество. Да, и если до каждого дома дойдет информация, что делать ВИЧ-тест – это норма, тогда мы достигнем лучший результат, чем на сегодняшний день. Еще 2001 год, если вспомнить, когда среди наркопотребителей более 800 людей были инфицированы, ну, это, конечно, такое сразу очень большая вспышка. Эта вспышка, она имеет, конечно, не только группу наркопотребителей, но она распространяется на людей, которые их партнеры. Не всегда наркопотребители, и, в принципе, вот этот механизм сексуальной трансмиссии, которая у нас с 2008 года уже на первом месте, уже не наркопотребители, и она продолжается. Ну, это второй механизм, наверное, который сейчас распространяет ВИЧ. Я думаю, что не надо бояться говорить о сексе. У нас народ, ну, сексуально активное население, которое в возрасте, там, 20-45 лет, для них это очень важная информация. Ну, возможно ли, что у людей все еще есть предрассудки, что ВИЧ-инфицированные – это вот мы там все хорошо одеты, причесанные, аккуратные люди, а ВИЧ-инфицированные – это вот где-то там вот неблагоприятные… Ну, социальные, там, скажем, да. И поэтому нас это не касается, нам говорить об этом не надо, детям нам рассказывать это не надо, нас это точно не коснется. Ну, этот портрет уже поменялся несколько лет. ВИЧ-инфицированные люди на сегодняшний день довольно много с высшим образованием, с последним BMW или с новым айфоном. Так что не надо судить о ВИЧе по шапке. Ну, у нас люди до сих пор так оценивают или уже меняется это? Они понимают, что нет, что это никак не… ну, совершенно обычный диалог. Ну, в принципе, я думаю, что меняется. Ну, если к нам, ну, на лампы тоже приходят люди, которые, ну, там не было ни одного, который был пьяный или, скажем, употребитель чего-то. Просто простые люди шли мимо, увидели и пришли. Я думаю, что не хватает информации о этих бесплатных возможностях приходить на ВИЧе пункты. Скажем, наш пункт тоже. Он работает по вечерам, во вторник, среду. И, в принципе, после работы. Мы делаем ВИЧ-тест, гепатиты-тесты, сифилис бесплатно. Где, может быть, расскажите? Сейчас наш адрес немножко в связи с ремонтом на Стабу улицы. Он переместился на Кришан-Бару на 130, корпус 3. Очень хорошо достигнуть можно. И, значит, по вечерам мы там работаем, бесплатно работаем. Так что наш пункт не один. Мы вместе более 20 пунктов по всей Латвии. И эта возможность надо... Это возможность не только для употребителей или каких-то группов риска. Мы, в принципе, больше о таких группах не говорим. Мы говорим, что ВИЧ-тест нужен сделать каждому человеку, и вот возможность. То есть, можно ли говорить о том, что как раз-таки неинформированность населения, она является одним из таких очень опасных факторов? То есть, человек может заразиться, не зная, что он заражен, продолжать заражать других. То есть, вот до тех пор, пока мы не поймем, сколько у нас действительно реальное количество зараженных людей. Мы понимаем, сколько... Потому что было такое исследование, и в этом исследовании, это было международное исследование по Латвии, оказалось, что 1800 людей есть таких, которые заражены, но не знают о своей инфекции. Поэтому мы призываем, приходи, делай ВИЧ-тест бесплатно, к нам в начале. Ну, я думаю, что, Инга, надо немножко рассказать о ВИЧ-те, тебе как медику, в первую очередь, надо рассказать о том, как развивается, что это не как гонорей или сифилис, которые можно узнать через неделю или через три дня. Там все-таки проходит какое-то время, чтобы это заражение выявлялось, и что пациент уже или человек это почувствовал. Ну, да, в принципе, ВИЧ, она такая бессимптомная болезнь, хроническая, долгая, 10 лет может вообще никаких симптомов, ну, скажем, ухудшения состояния не быть. Но бывает, в начале самовозражения, что что-то похоже насчет гриппа примерно, высокая температура, лимфатические узлы воспалены. Очень часто и врачи это не связывает с ВИЧ-инфекцией, с возможностями, потому что они спрашивают у человека. Во время гриппа, ну, это, я думаю, стопроцентно всем диагноз – это грипп, потому что симптомы очень похожи. У 50% такие есть, у половины есть, половины нет. Ну, статистика даже говорит, что 90% такие симптомы могут появиться. В принципе, это, у ВИЧа нет своих симптомов. Когда они уже появляются, вот эти аппаратонистические болезни, как туберкулез, разные онкологические заболевания, вот тогда человек уже обращается. Но это уже очень поздно, это уже 10 лет прошли с момента инфицирования. И, значит, человек за этот период, он мог инфицировать очень много. Даже есть статистика, что в год до 12 людей. Так что очень много. Каким образом он может инфицировать? Инфицирование – три, значит, классические, больше нет пути. Первый путь – это сексуальная трансмиссия, начнем с этого. По Европе очень распространенная сейчас гомосексуальная трансмиссия. У нас пока это, ну, 10%, где-то, ну, так примерно, по исследованиям. Но второй путь – это с кровью. Ну, в основном это, значит, употребляя наркотические средства, и если кровь остается в шприце. Одним шприцом. Да, одним шприцом. Одним шприцом на несколько людей. Поэтому у нас работают обмены шприцов. И третий путь – это мать может заразить своего ребенка, который путь не должен быть вообще. Потому что если женщина беременная принимает лечение, она не может заразить своего ребенка. Но, к сожалению, у нас есть, я думаю, уже теперь будет около 90 таких детей, да, которые заражены таким путем, и, к сожалению… Это на сегодняшний день или каждый год рождается? Нет, нет, надо говорить, каждый год у нас примерно происходит у ВИЧ-пожитивных женщин с 60 до 70 родов. В прошлом году передавалось, по-моему, 5 случаев. Да, 5 случаев передачи ВИЧ-инфекции к ребенку. Так что 5 – это много. Максимально даже в один год было 10. Это очень много. Потому что в Эстонии, например, последние годы вообще таких случаев нет. И мы вообще себя все время стараемся сравнивать с Эстонией, где ситуация была намного худше, и они сейчас, ну, перед веки, они уже пошли… Мы их передели сейчас, мы на первом месте, они на втором месте, но у них все это как-то очень систематически происходит. Больше внимания на профилактику, больше внимания на лечение. Они начали уже в 2016 году лечить всех, у которых диагноз. Мы только в конце 2018 года. И еще надо, я хочу добавить, чтобы… Почему мы первые, и Эстония вторая, или как мы менялись местами? Население в обоих странах маленькое. Откуда вот это число, что мы первые? Это считается на 100 тысяч душ населения. У нас вот эта цифра почти 20 случаев, что очень много. В среднем по Европе это около 5 случаев на 100 тысяч населения. И в том мы лидеры вместе с эстонцами. У меня просто вопрос уточняющий по поводу женщин, у которых дети заразились ВИЧ через молоко, я понимаю, но через питание. Эти женщины как раз просто, я понимаю, не получали лечение, да? То есть они знали, они не знали, что они ВИЧ-инфицированы. Почему? Или каким образом? Знаете, случаи разные, но некоторые, конечно, и знали. Да, но в основном, ну как врачи, которые лечат, говорят, что это женщины из, ну, группы такой, которая социально, может, Нелла Белли. Не было получено, да. И, ну, значит, женщины, которые знали, что они ВИЧ-инфицированы, у которых уже есть несколько детей и рождается ребенок за ребенком, значит, одна группа, но другая группа, которые не знали. Так что, ну, есть и такие, и такие. И заражаются дети в основном во время родов. И молоко, конечно, вы тоже правильно сказали потом, если кормление происходит молоком. Но обычно те, которые не тестировались до того, во время родов их проверяют. И если, значит, находится ВИЧ, то рекомендация сразу не давать молоко, а давать искусственное время. На сегодняшний день, уже третий год, как государство обеспечивает этих женщин с молочными смесями за государственный счет, там просто нужно выявить свою добрую волю и желание лечиться и получать для своего ребенка бесплатную смесь для возраста одного года. Это все государство обеспечивает. Просто я не понимаю иногда, почему люди это не используют, эту возможность. Может быть, они не знают? В родильных отделениях эта информация передается сразу, потому что там ВИЧ-позитивная женщина без информации из роддома или из родильных отделений по стране не выходит. Да, в основном это рижский роддом, где рождают. Конечно, в других тоже есть несколько, но в основном это рижский роддом. Вы сказали, что у нас достаточно вот этот портрет ВИЧ-инфицированного, он поменялся за последние годы. Как Вы думаете, если бы люди, которые, возможно, известны в обществе, которых мы знаем, не знаю, политики или просто общественные люди, если бы они выходили, не боясь, говорили, что да, у меня ВИЧ, так получилось, я с этим живу совершенно нормально, вот у меня две руки, две ноги, совершенно замечательно функционирую, это бы помогало или мы бы не смогли принять этих людей? Я думаю, что это очень помогло бы. Есть страны, где это делается и где популярные люди выходят на обществ своей информации. Это бы снизило стигматизацию, что это нормальный человек и у меня тоже может быть. Да, и отношение поменялось бы. Ну, хоть случаи в России с Лобковым, журналистам довольно известны, да, на дожде, которые работают. Да, но мы пока идем немножко другим путем, мы идем путем, что популярные люди в обществе, как, кстати, журналисты говорят о ВИЧ-инфекции, и они не инфицированные люди, но они тоже известные люди. Я думаю, что этот путь тоже очень хороший, но пока у нас не найдутся лидеры, которые... Нет, ну, у нас, слава Богу, есть эти послы доброй воли. В Латвии уже четвертый год работает с этой темой ЛЛД и Айвис Церини. Довольно известная пара телеведущих, которые, в принципе, говорят с населением на эту тему. Так, у нас был и Элбакьян, который тоже говорил о этой теме, как сказать, люди, которые, ну, лидеры где-то в каком-то. Лидеры мнения. И так же, как мы делаем, хочется похвастаться нашим концертом, где принимают участие довольно популярные исполнители. На это обычно 1 декабря, на Международный день СПИДа. И эти люди, эти исполнители принимают участие в благотворительном концерте и говорят о эту тему. Так что какие-то шаги мы делаем тоже в этом направлении, чтобы общество было информировано. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, вы можете позвонить, задать свой вопрос, если такое у вас есть и в WhatsApp, можете нам тоже написать, 2-3-0-6-1-9-1. Вот, Андрес, вы председатель правления общества поддержки ВИЧ-инфицированных, как это происходит? Это как группа анонимных алкоголиков, человек попадает в эту ситуацию, приходит к вам или у него родственники, может быть? Это смесь вот этого, всего, что вы говорили. Да, у нас есть ВИЧ-позитивные люди, организации довольно старые, 25 лет мы отметили, и это основалось как такой маленький клуб для тех людей в 90-е годы, когда стигма и дискриминация была очень высока в уровне, каждый уже ищет вот свою норочку, где быть с теми, которые меня понимают. Прошло много лет, и организация начала реализовать много разных проектов, а на сегодняшний день, да, есть ВИЧ-позитивные люди, с которыми мы встречаемся, есть линии доверия телефонной, где мы даем советы, есть пир-то-пир, это значит, похоже и похоже, мы дают советы телефонные или встречаются. Это как плечо или как жилетка, в которой поплакать иногда, дать совет, как чувствуют те люди, которые уже несколько лет живут с этой инфекцией, как они принимают терапию, как поменялся их образ жизни, и передать этот опыт уже тем новоинфицированным, которым нужна такая информация. Вот вы уже коснулись России, я недавно узнала о таком термине, как ВИЧ-диссидент, то есть это люди, которые отрицают, говорят, что ВИЧ придуман, его не существует. Как это возможно? Как такое движение вообще могло зародиться? И вот когда я в эту тему погрузилась чуть-чуть, они говорят, что ВИЧ, никто не видел этот вирус, и поэтому его нет. И бизнес-фармкомпании, чтобы от вас выкачать деньги. Это второе мнение, которое циркулирует у диссидентов. Да, так оно и есть. Есть люди, которые считают, что ВИЧа нет, что это придуманная болезнь. Ну, обычно, когда у клетки CD4 у них остаётся одна или пять, тогда они обращаются за помощью медиков. Уже может быть... Это тот же самый вариант, я думаю, когда говорят о раке, что, может быть, надо к бабке съездить и там с голубой бумагой что-то сделать. И когда грудь надо... Как пример, когда грудь у женщин надо снимать, тогда вспоминают, что есть где-то там в Гайлзерс клиника. Я думаю, что очень похоже. Вирус, он обнаружен, был в начале 80-х лет двумя государствами, двумя известными, извините, я не знаю, в одно время. И это, значит, и Франция, Институт Пастера, и Америка, значит, обнаружили этот вирус. Вирус, он есть, к сожалению, и мы его можем видеть, смотреть в микроскопах, мы его можем находить. Так что диссидентам, ну, скажем, надо было, наверное, ехать в эти институты и посмотреть, как это всё происходило. Так что, к сожалению, вирус есть, так же, как гепатиты вирусы, и они эксистируют. Он не очень старый, правда, есть теория, что не только в 80-х годах он развивался, что он был уже давным-давно до того, но просто его не находили. Ну, то есть, он существовал, но его не идентифицировали и просто принимали за другие болезни. Что на сегодняшний день государство предлагает людям, которые ВИЧ-инфицированы, чем поддерживают? На сегодняшний день, значит, первое, это есть бесплатное лечение, это бесплатные консультации, есть кабинет приверженности, который работает на людей ВИЧ-позитивные, и чтобы бороться с диссидентством, в том числе, просвещать. Есть молочные смеси для детей до возраста одного года? Есть бесплатные тесты? Да, экспресс-тесты, которые это тоже государством оплачивается, потому что, чем мы занимались и в лампе, это бесплатные тесты от государства. Есть много разных информационных материалов. И на веб-сайте есть, значит, центр по профилактике инфекционных заболеваний, который занимается фактически производством этих материалов, которые совместно с негосударственными организациями смотрят, исследуют, скажем, разные поведения, разные группы, смотрят, какое распространение. Это все государством. Я бы сказала, что за последние два года очень-очень улучшилась государственная поддержка, потому что лечение началось сразу с первого момента. Мы долгие годы, вот это тоже одна из причин, почему мы впереди, мы долгие годы начинали лечить в стадии только СПИДа. Это было 200 клеток. Потом, значит, шаг дальше 350, потом 500. И только вот с прошлого года мы начали сразу лечить. Эстония всюду у нас 2-3 года впереди была. Так что мы были одни из последних, которые перешли на лечение, которое рекомендуется БОЗом. Сейчас новое содержание образования в школах вводится со следующего года. Вам никто не предлагал как-то поучаствовать, чтобы и этот кейс тоже внедрить в обучение, как одно из обязательных, наверное? На мой взгляд, так должно быть. Нам не предлагали. Очень много в этой сфере есть у нас организация ПАПА-РДЗЭЦ. Они очень много работают именно в школах, как государственные организации. Они очень много старались внедрить именно в программу школьную здоровье. И, значит, это вопрос здоровья, сексуального здоровья, в том числе и разных заболеваний. Не знаю сейчас, что там в конце происходит, но знаю, что организация очень неактивна. В принципе, наверное, наши негосударственные организации, они довольно разделяют темы, куда мы каждый, на что работаем. В государственной программе образования нет ничего. Это всё можно назвать факультетивом или добрая воля тех преподавателей, учителей, классных руководителей, которые согласны, готовы своим детям дать эту информацию. Да, это не государственная программа. Я думаю, что о репродуктивном здоровье в наших школах говорится или совсем ничего, или очень мало. Ещё один по поводу молодых людей. Недавно во время путешествия на улице из европейского города увидел автомат с презервативами. И, мне кажется, для молодых людей, которые только начинают этот путь, иногда им надо коммуницировать с людьми для того, чтобы приобрести презерватив. Это или кассир, или в аптеке, или как-то. Нужен этот контакт, порой может быть как-то стыдно, неудобно и так далее. А здесь это автомат, ты подошёл, никто там ничего не видит. У нас, возможно, появление таких вещей? Кто-то, возможно, задумывался об этом. Довольно. Много денег стоит, задумывались. Но у нас есть бесплатные презервативы в пунктах по ВИЧ, профилактике. Так что это, ну, надо, конечно, самому приходить. Но можно бесплатно действительно получить презервативы, кстати, очень-очень дорогие. На Лампе мы раздали всё, что у нас было. Мы не думали, что такой запрос будет. Так что, да, они очень дорогие. Я думаю, над этим бы тоже надо было государством подумать, чтобы были когда-то вот такие центры для молодых людей. И в этих центрах, они сейчас, не знаю, где-то, может, ещё остались. Да, некоторые ещё остались. Но в этих центрах была такая программа, что есть презервативы, есть информация, есть люди, которые с молодыми людьми работают. Теперь, ну да, насчёт аппаратов, конечно, идея хорошая, но это нужно какой-то большой проект. На сегодняшний день, я думаю, что там должна быть и социальная ответственность торговли, потому что, ну, если мы говорим о молодых людей, то эти почти 3 евро за 3 презерватива – это запредельная цена, я думаю, для молодёжи, которые, ну, студенты, которые сексуально активны, для кого это предназначено вообще-то. В первую очередь. В первую очередь, да. Там надо на государственном уровне думать о цене этого изделия. Ну, может быть, и мысли, ну, не мысли, а как приоритеты тоже не всегда у молодых людей правильно. Они там, может быть, пойдут за эти 3 евро, купят бутылку пива, грубо говоря, или пачку сигарет, а не… Именно. А вот говоря про просвещение, вот какие сейчас, ну, я не знаю, мифы, существуют ли ещё мифы, которые, ну, такие страшилки, которые бы пугали, что комары могут переносить СПИД, там вот какие-то такие… Вот именно, вы заговорили о том проекте, который вот так их сегодня реализирует. У нас новый проект благодаря фонду социальной интеграции, который называется «Мифы и правда». На сегодняшний день у нас идёт опросник, опрос населения, которое не ВИЧ-инфицированное, а этих мифов, каким образом, что вообще население знает. И в результатах этого исследования мы будем готовить 3D-видео о мифах и о правде. Да, и там в этом опроснике есть почти 40 вопросов, и 30 из них занимает вот именно… Говорят о мифах, о комарах, о канализационных водах, о двух презеративах одновременно надетых. Как люди, что они знают? Результаты, наверное, не наверное, но результаты будут готовы в сентябре, и тогда мы можем говорить о том, что знает наше население сегодня. Чтобы мы могли продвигаться, наша организация или БАЛТХИУ дальше, мы должны знать, наверное, то, что на сегодняшний день, какая информация циркулирует в населении. Мы можем стараться стрелять, ну, иногда в пустую, если ты не знаешь вот эти болевые точки, где не хватает этой информации. Мы, в свою очередь, в этом году начали такой проект, это в тюрьмах, это в местах пробации, социальными работниками, где мы тоже учили о том, как ВИЧ распространяется, как нет, и тоже говорили, в свою очередь, о мифах. И, в принципе, надо сказать, что не только общество не знает правильные пути. Есть и такие вопросы среди профессионалов, и я думаю, это тоже очень важный путь, именно просвещать профессионалы, которые могут быть в контакте с людьми, которые, в принципе, тоже ВИЧ-инфицированы, или, скажем, партнеры ВИЧ-инфицированных, которые спросят, а как же мне быть теперь, если мой муж, моя жена инфицированы, что мне делать? Этот вопрос может задаваться не только врачу или профессионалам, или, скажем, приходя ВИЧ-пункты, но и к любому специалисту, который работает. То есть, должна ли быть для него отдельная посуда, должна ли, ну, там масса вот этих вот вопросов, которые сразу возникают у человека. Да, 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 да. Плотенцы, скажем, там, ванны может, могу ли я употреблять. Эти вопросы очень важные. Если мы будем над ними больше рассказывать людям, я думаю, что ВИЧ-это хроническая, ну, скажем, нормальная инфекция, как и гепатит. С ним можно жить, с ним можно не заражать других людей, но только надо знать, как это делать. Я думаю, что, может быть, надо сравнить с сахарным диабетом, потому что это тоже дзейвилга. Ну, ты можешь прожить качественную долгую жизнь. Сахарный диабет – это пожизненное заболевание. С одной стороны, да, но с другой, конечно, сахарный диабет не передаётся, но такими путями, как это. Как просто вести себя, потому что гепатит можно вылечить полностью. Кстати, насчёт гепатита. Недели 22 по 28, по-моему, числа – это неделя гепатитов. Июля. Июля, да. Мы призываем всех приходить к нам, потому что будут бесплатные и тесты на гепатит B и гепатит C, который очень распространён. И, кстати, гепатиту C сейчас тоже государство лечения даёт по 100%, бесплатные. Так что есть очень много людей, которые заражены, поменялись в принципе лечения. И действительно надо побыстрее узнать, есть ли кто-то инфицированный. Потому что, к сожалению, эти гепатиты распространяются, ну, скажем, не только употребляя наркотики, но и бывают случаи в лечебных учреждениях, где заражены люди. Да, да. Так что… И куда ещё раз, вот, может быть, адрес приходить? Ну, наш пункт, да, буду рекламировать свой пункт, значит, это на Кришан-Бару на улице 130, корпус 3. Но надо позвонить. И есть телефон на нашем веб-сайде test.lv или about him. Андрес, а где можно пройти тест, который вы сказали по поводу мифов? Есть ссылка. Через Фейсбук или через… Через Фейсбук на странице «Бедрый баг» и «ХАС» есть ссылка на то, как можно заполнять, где можно выйти и заполнить этот опросник. И есть у нас люди, которые работают с населением и опрашивают учреждения на улицах. А вот у меня такой вопрос нет, Лиз. Вот мы всё время говорим о том, что есть предубеждения против людей больных с ПИДом, ну вот среди просто обычного населения, неинформированного, среди врачей встречается ли такое? Потому что ведь врачи входят в группу риска, ну есть, может быть, они сами опасаются, есть у них какие-то вот предубеждения против этих людей. Ну а врачей, я думаю, что, ну есть эти несколько случаев, которые нам известны, когда, например, в ВИЧ-позитивной женщине было тяжело найти гинеколога, у кого наблюдаться. И мне кажется, что есть проблема в ВИЧ-узнаваемости первичной, ну у семейных врачей. Они не догадываются о том, что у пациента есть какие-то жалобы, что он может быть ВИЧ-позитивным и не направляют его на тестирование, что было бы, наверное, первым шагом. Это как раз вот Вы предупредили мой вопрос. Мне казалось, что вот семейные врачи, это может быть одна из таких вот очень важных точек, куда вот стоило бы, ну, обратить внимание, потому что это с ними чаще всего контактируют люди и обращаются с, ну, то есть они могли бы выявлять эти какие-то симптомы сразу. А семейные врачи, еще одну добавлю, что, наверное, есть еще чисто человеческая проблема у тех врачей, которые уже другой формации, что им боязно, не дай Бог, что он будет ВИЧ-позитивным, что я ему буду говорить, как мне с ним говорить. Это характерно, я думаю, для маленьких населенных пунктов. В Риге это не так чувствуется, а в маленьком городке, понимаете, это очень такой чувствительный вопрос, о чем говорить, если я знаю его как соседа, и тут мне говорить с ним о ВИЧе, это неудобно. Ну, хорошо то, что в государственной программе внесено тоже такое мероприятие, как обучение семейных врачей, материалы для них, это тоже будет за следующий год. Но и хотел еще отметить такой конкретный случай, который мне рассказывали о семейном врачу. Приходит молодая девушка и говорит, я хочу провериться на ВИЧ, а доктор семейный спрашивает, а зачем тебе этот тест? Ты что, с кем-то спала? Почему такие вопросы задаются? Это сразу как барьера, что если человек такое желание выразил, потому что тестировать мы не можем без, скажем, согласия человека. А если он выражен, я думаю, просто надо это принять, что человек хочет и направить, потому что направление семейного врача – это бесплатное обследование, если в лабораторию, а если самому идти, это уже около 5 евро. Не бойтесь проверяться, есть возможность бесплатно это сделать. Нам на сегодня пора заканчивать. Спасибо вам, председатель правления Балтийской ВИЧ-ассоциации Инга УПМАЦ и председатель правления Общества поддержки ВИЧ-инфицированных АГИХАС Андрис Вейкин, Эксбелли у нас в студии. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.